Отец Адриан такой смелый был, что отец Иоанн показывал мне в книжке и говорит, «Это отец Адриан, я хотел бы таким воином быть». Он говорит, он не только с бесами борется, он со врагом рода человеческого. «Наши братья мечтают на пять минут побыть у отца Николая. А ты там, отец Павелисий, сколько служишь?» Я говорю, «Я уже три года». «Какой ты счастливый!» Я говорю, надо фотографировать людей, как они поднимаются к отцу Николаю, и этих же людей через 20 минут, как они возвращаются. И не надо никаких слов. «Грешный батюшка! Грешный батюшка!» Я думал, что я грешный. Они каются. «А почему вы на исподне говорите грехи?» Говорит, «А батюшка нас накрывал и нам все перечислял». Вот те, кто виден отца Николая, они исповедуют. Действительно, он святой и так жить может. Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегет». И, как вы знаете, мы беседуем, вспоминаем подвижников, благочестия, старцев, духоносных людей, которые вот уже фактически в наше время жили. И для нас важно, когда вот мы встречаемся с учеником того или иного старца, беседуем, и когда вот подобные ученики делятся с нами наставлением духоносных отцов. И вот, братья и сестры, сегодня у нас большая радость. Мы беседуем с отцом Паиси, игумен Паисий Гидраж. Он монах, насельник Псково-Печерского монастыря. И он, представьте себе, вот уже 25 лет служит на острове Залит в храме святителя Николая Чудотворца, там, где известный отец Николай Гурьянов служил. Ну и, конечно, отец Паисий, он, поскольку с Псково-Печерским монастырем связан, то и тех старцев знает. Поэтому хочется, конечно, нам побеседовать, расспросить отца Паисия. Ну и так вот немножко поделюсь, что когда я с семьей посетил остров Залит, вот мы с отцом Паисием встретились, и я помню, как отец Паисий, вот он шел с рюкзаком, потом совершенно спокойно, значит, снял с себя рюкзак, положил где-то там посреди острова и пошел вместе с нами. Его спрашивают батюшка, а как же рюкзак, вдруг кто-то заберет? Отец Паисий говорит, ну, если кто-то заберет, значит, он ему больше нужен, чем мне. И совершенно спокойно пошел дальше. Вот меня очень поразило такое простое задушевное отношение, доверие Богу, доверие Богу, ну и, наверное, доверие людям. Ну, отец Паисий, благодарим вас, что согласились. Я вот еще тоже приоткрою такой секрет, что мы сейчас находимся непосредственно в Московской Духовной Академии, и огромная благодарность, что Академия согласилась поучаствовать в сохранении нашей беседы, в записи. И совершенно неожиданно вдруг увидел отца Паисия я на службе, и оказалось, что он был здесь вот 33 года назад, и вот через 33 года приехал, и поэтому мы имеем такую возможность побеседовать. Потому что если отец Паисий сейчас вот так вот быстро покинет, расстанется, то ждать еще 33 года – это очень для нас так утомительно. Да, так что очень рады, благодарим вас, отец Паисий. Все-таки вот расскажите, как вы… Понятно, что вы со временем стали учеником отца Николая, но у вас были и встречи с другими старцами, с отцом Андрианом. А как вы вообще обратились к Богу, пришли в церковь, и затем приняли монашество? Господи, помоги, чтобы не сказать не лишнее, и в пользу души и тела. Получилось все в монастыре в Сколопечерском. Приехали с родителем, наверное, не случайно, по промыслу Божьей попали в 88-м году на тысячелетие крещения России к отцу Адриану Кирсанову. И как-то или мама полюбила, или на душе близко. Но мы поняли, что очень близкий человек. Я отрок еще, студент, не закончил образование в Кишиневе. А мама сказала, что это наш духовник, и надо во всем слушаться. Как молодой человек, обычно, ну, вся жизнь впереди, мы не думаем о будущем. И думаем, что как сложится жизнь, или семейная, или монашеская, никогда такой вопрос не стоял. Просто, само собой, получилось, что мама переехала Печоры под руководством отца Адриана. А через год я тоже приехал Печоры, потому что, ну, так надо было, потому что в Молдавии уже не было где жить. Мама продала дом, отдала священнику при храме, а сама полностью свою жизнь поменяла на Печоры. И вместе с собой поменяла и мою жизнь. И вот первый же месяц, когда приехали, уже я приехал летом, к отцу Адриану шли на исповедь, на причастие. И тогда же спросили, как мне поступить дальше. И он первую же неделю написал рекомендацию прямо в своей келье, на печатной машине, рекомендацию Владыке, через Владыка Владимира, чтобы поступить вот сюда Троица Сергиева, лавры в Академию. И я совсем мало воцерковленный, не умеющий читать почти по-церковно-славянски, сдавал вот эти, здесь и в Академии, сдавал собеседования и экзамены. Отец Адриан, получается, он как-то прозревал уже, да, дальнейший путь и как-то благословил? Ну, сейчас уже, по прошествии лет, это невероятно, молодого человека не знаешь, не видишь, даешь благословение, это вот дерзновение или благословение старцев, они видят Духом Божиим, кто перед ними. Вот особенно отец Николай Гурьянов, который потом, через несколько лет я попал, он даже иногда не ждал вопросов и не ждал что-то, чтобы спрашивал, а сразу рассказывал людям, зачем они пришли, вот это сделай, это не сделай. И это такого не было Печоры. Печору отца Иоанна надо было побеседовать, рассказывать, посоветоваться. Отцу Адриану надо было приходить на исповедь, на причастие. А вот к отцу Николаю люди приходили прямо у ворот или у его дверцах, помазывались святым маслицем Сиросалима. Ну, я видел батюшку, когда он уже был почти великим, великим прославленным в народе старцем. Не то, чтобы обычно, как он до этого времени ходил, как обычный священник, служил. И стартество носил, и священнический свой подвиг. А я когда встретил в 98-м году, 1-го мая, он уже дома больше всего принимал людей и радовался с радующимся и плакал с плакающимся. А как выбрал, это само собой получилось. Просто после Троиц Сергия Лавры на два года в армию призвал государство. Вы немножко учились все-таки, да, в московской духовной семинаре? Ну, полгода здесь побыл, кандидат в студенты. И сказали, после первой сессии в январе должны зачислить сразу на первый куст, потому что всего кандидатов там пять было. А в сессию еле становились священником, или кто-то не сдавал. И сказали, надо остаться до Рождества Христова, и после сессии зимней вы будете учиться. Учиться. А приняли кандидат. Я не знаю, что это такое, но я здесь нес послушание в разных местах семинария. А с лаврскими старцами удавалось встречаться? Ну, молодые люди, ревностные. Я всегда вспоминаю это время ревностное. И у священника молодого, и у послушника молодого, когда ты желаешь все успеть, встаешь рано утром. И вот, конечно, я ходил вот сюда, в Троицкий собор, на братский молебень. И подходим, смотрю, все подходят к пожилому человеку, берут благословение. И каждый день, когда был братский молебень, мы подходили у архимандрита Кирилла. Все стояли, и семинаристы, и академисты. Утром брали благословение. И имел такую радость, но личного общения такого не было, чтобы советоваться. А то, что брал благословение, молился вместе с братьями, и мне это было близко, потому что напоминало Печоры. Так как месяц до этого я жил в Печоры, и там братьями на братской молебень. И вот это меня сильно здесь утешало, что очень похоже. Что тоже подходишь, берешь благословение на целый день, и потом живешь под этим. Но вот в армию призвали, да? Призвали. В Санкт-Петербурге служил два года в армии, и сразу вернулся в Печорский монастырь. Хотя там, когда трудился, говорили, как ты не понимаешь, мы тебя хотим оставить здесь в армии, ты здесь получишь квартиру, хорошую работу. Зачем тебе маленький городок Печоры? Пожалеешь, всю жизнь пожалеешь. Я перекрестился, закончил, поблагодарил, и вернулся в Печоры с большой-большой радостью. Большой радостью. Получается, вот так вот внутри уже созрело твердое желание послужить Богу? Больше всего созрело вот эти полгода, пока здесь был в Академии, в семинаре. Потому что здесь я увидел немножко суету, множество, количество людей, заходящих в эти ворота, в семинарии выходящих, и молодых людей, и архиереев, и девушек, которые в регенском курсе. И вот это немножко меня напугало, и я попросился, когда вернулся домой, просто встал на колени и говорю, «Мама, если я еще раз в жизни попрошу поехать в Москву, пожалуйста, не давай мне благословения, я хочу остаться в Печор». Дал даже слово, взял личное слово, что я хотел остаться в Печор, более тихое, более, ну, может быть, на душе, может, мое место, может, поближе к отцу Адриану. Я не знаю, почему я так сказал, но в эти полгода мне показалось, что здесь немножко шумно, немножко бурлит жизнь. Хоть церковное, и лаврское, и красивое песнопение, но более тихое и спокойное было Печор. Да, ну вот я обратил внимание, что все-таки, оказывается, для вас и было важно благословение мамы, и мама, она уже была молитвенницей, в общем-то, да? Ну, она до сих пор, милости Божией, сейчас химонахиня, спасла Елизаровском монастыре, и с первого дня, как приехала Печора, ей духовник дал благословение быть монахиней, но она трудилась на своей работе, совсем недавно стала, выполнила это послушание. Да, она не могла и не может до сих пор ни одного дня не пропустить без утренних, и ни литургии, ни вечерней ни разу не пропустила. Я даже Печоры, когда вернулся уже отсюда, после армии, как-то тоже год или два не пропустил ни одну службу, и один раз вечером решил не пойти в воскресенье. Ну, не пойти на вечернюю, в воскресенье, хоть я понамарил, но не моя очередь была, и остался домой. И не успела закончиться служба, всеночная в Печорском монастыре. Прибегает послушник прямо дома, в Печоры, где мы живем, стучит и говорит, «Пошли, тебя зовут в монастырь». Я думал, неужели? За полтора-два года одну службу нельзя пропустить. И меня в тот вечер взяли и отправили открыть Сретенский монастырь. Послушником, первый послушник Сретенского монастыря, потому что дали два иеромонаха, нужен был панамарь. И мне дали подрясник старца Симеона, его ученика, Архимандрита Серафима. Чуть-чуть порванный, чуть-чуть не новый. Вот в этот вечер облачили в подрясник и сказали, завтра ты едешь в Сретенский монастырь. После этого я понял, что нельзя пропускать в монастыре ни одной службы, потому что может круто измениться жизнь. И вот действительно первые два месяца я здесь был на Лубянке, и вот отец Тихон был назначен настоятелем, и мы с двумя монахами открыли по дворе Псково-Печерского монастыря. Невероятно, вы присутствовали при таком судьбоносном решении. Да, первая служба на Сретене. Там же ведь и отецан крестьянки, ведь и благословлял это. Ну, отца Тихона, за Тихона благословил. А я бы за послушание, просто панамарить, подавать кадила. А потом вернулись? Да, вернулись обратно в Псково-Печерском монастыре. Немножко, можно сказать, не то что без благословений. С благословением отца Адриана он сказал, что надо вернуться. И мы вернулись, и отец Мефодий, и отец Кирилл, и отец Иосаф, и я тоже вернулись в Печоры, и дальше уже носили послушание. А вот про отца Адриана, что у вас, как в памяти он сохранился? Он же ведь как духовник у вас был, да? Да, я сейчас понимаю, что он духовник, потому что где бы я ни был, и здесь, в Лавре, и в армии два года, и послушникам пять-шесть лет в монастыре, он всегда молился. Но я не понимал до конца силу этой молитвы. Уже по прошествии многих лет я понял, что на сколько раз защищала эта молитва от внешних, даже от внешних, вот и в армии плита одному солдатику прямо на голову упала. Я был ответственный за все, я думал, что меня могут осудить. Но он не послушался техники безопасности, это не я виноват. И другие такие случаи были, когда по прошествии многих лет я понимаю, что молитва духовника защищает и направляет в нужном направлении. Но пока это не проживешь, я даже на проповеди иногда людям говорю, как вы знаете от милости Божьей, если вы не просили и не получали, или не ощущали своей жизнью, своими руками, ногами. А кто это понял, церковную жизнь, он понимает, о чем мы молимся в храме, о чем мы живем, о чем мы проповедуем. Поэтому я всегда желаю людям, чтобы не только ходили в храм, но жили по-христиански, жили по-христиански. И отец Адриан, он вас вот достаточно долго окормлял? Ну, до конца жизни отец Адриан, он благословлял и на монашество, на священство, только он сомневался, потому что у меня не было 30 лет, а он такой строгий, подвижник, он тоже монах Троиц Сергий Волавры, просто был выслан туда, в Печорский монастырь, за то, что он отчитывал бесноватых. Много народу вокруг него собиралось, и что подальше от Москвы окормлял. Но был такой случай, что я не очень-то как бы верил. Я говорю, мама, моей маме ты духовное чадо, а я не чадо. Потому что отец Адриан никогда не сказал. И она взяла меня за руки, постучала там дверца, он открыл, говорит, вот, Василий, мой сын, не верит, что он чадо. Батюшка, отец Адриан говорит, Мария, ты мое чадо? Да. А это твой сын, это тоже мое чадо. Я перекрестился, поэтому трудно называться чадом. Я и сам, может быть, не был готов к тому, потому что быть послушником, ответственность такая. Вот если ты ученик, вот вы говорили в начале беседы, что вот мы должны передать или рассказать что-то, ты должен похожее делать. Вот стараться этого я стараюсь. А вот не совсем, не полностью по стопам, не столько терпения, не каждое слово, которое я говорю, золото. У отца Николая Гурьянова он говорил немного. Почему после него не остались ни книг, ни поучения, остались краткие-краткие его высказывания, песнопения. И каждому человеку конкретно что осталось? Потому что слово и есть, и действие. Вот как у нас у Господа Иисуса Христа, это синоним или одно из названий Бога, это слово. Так и у отца Николая краткие были слова, но обязательно исполнялись. Поэтому в обиходе называем это прозорливость или что-то исполнение. А по сути вот благодать Божия, вот он носитель благодати Божия. Вот я так бы назвал. Даже вот то, что вы говорите, не ученик, да, это то, что вот, конечно, мы не можем себя сравнивать с нашими духовными наставниками, но все равно, когда рядом находишься с духоносным таким подвижником, старцем это все равно имеет огромное значение. Мне, конечно, хочется вот о многом расспросить. Вот вы говорили про отца Адриана, да, и то, что он отчитывал одержимых. Это ведь такое духовное фактическое столкновение, да, когда вот явно демоническая сила, которая владеет людьми, и тут вот кто-то противодействует. Явно, что человек вот святой должен этому противодействовать. Но как-то вы вот соприкасались вот с этой стороной служения отца Адриана? Косвенно. Немножко, немножко, немножко. Потому что когда уже в начале 90-х годов он еще год или два отчитывал. Совсем немножко. И он на проповедь нам и на службе говорит, причащайтесь, 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 больше не буду отчитывать. И я один раз как-то зашел, ну, не так часто были эти встречи, чтобы зайти в келье отца Адриана, но как-то заходишь, смотрю, что у него синяк. Ну, какой-то, не помню, в какой стороны, и опухшее. И он говорит, вот ночью меня подняли, весы подняли и об стенку. Ну, я думал, пожилой человек встал, может быть, ночью оступился или еще что-то. И в то время я не понимал, не придавал значения. А потом он явно сказал, что я не буду больше отчитывать. Не потому, что он боится или не хочет людям помогать, но не все, которые получают исцеление, остаются внутри церкви. Вот он что сказал. Некоторые московские приходят и из Украины, и из Москвы, полностью исцеляются от обеснования, а потом, пока ходят, причащаются, исцеляются, а потом совсем не ходят в храм. И он говорит, я видел вот такую тенденцию, что я не помогаю душе спасаться, а просто избавляться от такого тяжелого недуга. Но дальше он переживал, спасутся ли эти люди, потому что они возвращаются там, откуда они пришли. И сказал, что нет, с этих пор я уже буду просто исповедовать и причащать. Правда, у Печоры было много духовных чад и обширный такой, разных людей, с разных сословий, разных характеров, и он больше соборовал. Поэтому у нас дома два раза он соборовал, вот прикоснулся с его духовными чадами, но не отчитка. На отчитку я спрашивал, я боялся, честно сказать, молодой парень, я видел в храме у него, как крикнут кто-то слева-справа. Не очень-то приятно было во время литургии, вечерней. Поэтому я боялся присутствовать и спросил отец Адриана, мне это нужно? Он говорит, а тебе зачем? Тебе это не нужно. Выдохнул хорошо, потому что я думал, не совсем понимал, что если мама пошла, может быть, все должны чада идти за своим духовным отцом везде. Оказывается, нет, он может окормлять, не обязательно отчитывать, может просто по жизни окормлять, отвечать на вопрос. И иногда он резко говорил, что делать, что не делать. Приходили чада, батюшка, мы хотим то-то, то-то делать. Стучат прямо в дверях, а батюшка говорит, нет, сегодня праздник, никуда вы не езжайте, ну, за клюквой куда-то в лес. У нас в Печоре свои вопросы. Иногда смешно, что у духовника спрашивают, ну, бывали люди, что элементарные подходят утром, как провести свою жизнь. И он говорил, нет, сегодня праздник. А сегодня иди, 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 потрудись. И вот такие пересечения. Но это может быть не с духовной, связанной с личной какой-то, как бы качество отца Адриана, а духовной. Он немножко брови такие, сурово мог смотреть, так строго. И по-человечески я боялся. Я боялся, думал, что что-то резко скажет, или что-то нельзя причащаться. Я очень любил причащаться, и все. Но милость Божия, когда стал священником, уже приходил к нему в келье, и вот его доброта, у меня последние 5-10 лет жизни, он в 2018 году скончался, вот уже так растаяло в мое сердце, что я уже полюбил своего духовника. А так чуть-чуть боялся, как отца. Знаете, как мы должны Бога чуть-чуть бояться. Но страх Божий бояться, как отца. Строгого, нестрогого, справедливого, несправедливого. И в конце уже такое осталось доброе и счастливое, радостное воспоминание. То есть с ним Вы поддерживали до конца связь? Ну, редко. Честно сказать, что я нес послушание, вы на острове Талапск, историческое, или залито, и виделись редко. Но при встрече, некоторые встречи, он говорил, ты настоятель святителя Николая, и я настоятель святителя Николая, потому что он любил служить в храме святителя Николая. Говорит, ты там на острове будешь молиться, а я здесь молиться. И когда вот такие взаимоотношения, что уже просим друг у друга молиться, мне уже это очень приятно, что вот такое есть. Отец Паисий, может быть, Вы расскажете, как Вы попали на остров к отцу Николаю, как вот это произошло, и какая была встреча, каким был первый день, когда Вы его увидели? Ну, можно сказать, потому что это запомнилось. Я не знаю, почему запомнилось, но это радостный солнечный день, 1 мая 98-го года, суббота, и этот день я закончил 40 августа. В этот день я священнический закончил 40 августа, 40-ю службу отслужил, пошел на завтрак в Печорский монастырь и думал, что мне неделю дадут отдохнуть без панихи, без исповеди. И по плечу келенник стукнул вот так, что тебе, отец Наместник, благословил сейчас, через 20 минут, сесть в автобус и поехать на остров Залит. И поэтому запомнился день, запомнился, что это 40 дней моего священства, и сразу попал на остров Залит. И там лодка, пьяный человек абсолютно, ну, так, еле держался на ногах, отвезли на маленькой лодке. Сейчас лодки побольше стали, и моторы побольше. Раньше такие не заводились, и довезли до батюшки. Нас было два священника, два иеромонаха. Это же вообще, по-моему, опасное путешествие по воде. Опасное. И летом опасное, и зимой опасное. Для тех, кто не видит, не понимает, и не живет там. Мы, когда живем там уже больше времени, мы понимаем, где опасность, и где не опасность. Потому что бывает и ветер большой, и волна большая, и лед тоненький, и действительно можно подождать. Вот можно подождать и день, или несколько часов. А люди, которые первый раз пришли, для них даже любая волна, любая лодочка, если качаешься, хочешь на ней сесть, и она уже переворачивается. Это стресс. И были много случаев. И вот один раз приехали двое священников, уже помазались у батюшки, сели в лодку, а там волна большая. Они встали стоя и начали кричать, «Отче наш, и же...» Священник. И два протеерея, один архимандрит, Рафаил другой, протеерей. И все, весь все озеро, это охо, эхо, пока не дошли до речки, они стоя кричали, «Отче наш, хотя священники...» Но так бы страшно было, волны большой, что я вот это запомнил, что вот... Они сказали, «С Богом мы не боимся». Но для меня как бы было чуть-чуть смешно, но для них это благодарность Богу, что здесь живут. А вас направили вроде бы ненадолго туда поначалу. Да, да. У нас отец Николай несколько раз болел, и наши псково-печерские братья приезжали его и соборовали, некоторые служили, некоторые служили, потом рассказывали, приезжали нам в Печоры, что вот мы служили отца Николая в храме, он нас потом благословил, нам рыбку дали на Пасху. Вот один иеромонах, один иеродиакон служил. И всегда было такое впечатление, что идешь к старцу на одну службу, и другие батюшки, несколько иеромонахов, пять или шесть, служили до меня по одной службе. А мы пошли летом и думали, что это на одну службу, потому что не предупредили, сколько. А потом через две-три службы владыка приехал и сказал, что батюшка старенький, послужите пока вы в храме на два иеромонаха. Потом через полгода второго иеромонаха другой приход, а я вот один остался. Но первое лето, когда каждый день идешь по два раза к отцу Николаю, ворота открыты, батюшка выходит на улицу, солнечно, там вокруг голуби, там кошки-мышки, собачки-лошади, коровы, все вокруг, как в Библии. Вот некоторые священники так и описывают посещение отца Николая, что все вместе, все дружат и все вокруг батюшки, ну, как сказка, как сказка, во-первых. Ну вот, самый первый день, как только вы приехали туда. Ну да, побежали к отцу Николаю потихонечку по острову, и он дал большой-большой ключ. Вот он сохранился до сих пор. Большой, огромный ключ, вот как нарисован, как у Буратино, как держит вот так рука, такое кольцо, большой ключ. Дал ключ, идите служить, нас двое. Перекрестил, дал поцеловать этот ключ, мы открыли, пошли служить. И все первые сеночные, субботу на воскресенье, прошло быстро, хорошо, но так как я только рукоположен, я не хотел исповедовать. Второму священнику, который более старше, в возрасте отцу Игнатию, я говорю, батюшка, пожалуйста, поисповедуйте вы. Он говорит, а ты почему? Я говорю, так я только-только не умею, мне они не благословили, я пойду в монастырь, благословлюсь у духовника, тогда буду исповедовать. Он говорит, хорошо. И вот вернулся в маленькую комнату, которую отец Николай домик, маленький нам дал, и просто читал правила на второй день. И вышел на улицу, вышел на улицу, первый же день, первые же часы, и мне показалось, что утро, такие силы какие-то появились, непонятные, вот именно про то, что непонятно, никогда больше, вот сколько лет такого посещения радости Божией такого не было, кроме первого дня. Бывают такие же мгновения, когда крестишь детей или взрослых, после крещения бывает по полдня, что ты не знаешь, где находишься. Я думаю, что это у всех священник, но если не у всех, дай Бог, чтобы у всех было. Но вот когда у нас редко крещение, два-три раза в год, я это время всегда жду и всегда боюсь, что вдруг такого не будет. Но вдруг это мне как бы показалось, или что. Но милость Божия, что вот когда идет крещение, вот такое таинство, благодать Божия как-то, не знаю, наступает на этого человека и на священника, что ты пребываешь, ну, как будто причастился, я не знаю, как объяснить, но радость необъяснимая. Духовное обновление наступает. И это вы почувствовали, когда вот... Первый день, первые службы, первые сеночные. А потом, как обычно, приносили первый месяц батюшке ключи, а потом нам сказали, что отец Николай назначен почетным настоятелем, к нему советоваться по всем духовным вопросам, но материальные вопросы и управление приходом взять свои в руки и поэтому получилось, что вот отец Игнатий, как старший, я помощник, служили в службу, а отцу Николаю только приходили, приносили просфорку, поклонялись, советовались, спрашивали, приглашали на службу, но тогда советы такие большие не было, но ничего не надо было, потому что ты берешь благословение и достаточно. Ну, не было особенно. Но наблюдали, как люди получают радость. Вот через год-два люди спрашивали, в чем помогает отец Николай простому народу. Я им говорил, что надо, я чуть-чуть фотографом, год был у Печора перед приходом на остров, я говорю, надо фотографировать людей, как они поднимаются к отцу Николаю и этих же людей через 20 минут, как они возвращаются. и не надо никаких слов. Это просто не надо никаких слов, потому что люди идут с такими глазами, иногда сумками, с подарками, вот с такими глазами, чтобы встретить чудо или встретиться со старцем, а обратно они всегда возвращаются, приподнятые руки, вот как у меня крылья, и чуть-чуть выше земли. Как отец Николай ходил по острову, так они возвращались, вот возле моего окна проходили в одну сторону и в другую. И вот это было достаточно, как даже без объяснения каждого случая, который помог, не помог, вот даже внешне это было видно. Я думаю, что сейчас тоже видно. Просто я из-за суеты не очень-то обращаю внимание такое. Отец Паисий, ну вот, как у вас началось, вот может быть, личное такое общение с отцом Николаем? Ну, хотя он был не многословен, да? Нет, не многословен, сильно-сильно не в житейском не помогали друг другу, хотя он пару раз заходил, чай пил, пару раз я у него заходил, чай пил, в храме заходил, но не служил последние 3-4 года не служил, поэтому прямо говорить надо правду, что он уже принимал дома просто старческое послушание быть старцем, прямо, но он себя не называл, вот я при жизни здесь на земле отца Николая мы старцем, ну, по крайней мере, между собой не называли, только скончался первой жилетию, ладыка Евсевий, сказал, покой, Господи, старца в протеере Николая, и вот само такое название, хотя в народе он, и как отец Иоанн, и все назывались, духовный отец, а вот имя старца мы прямо в день кончины, вот официально вот такое название, а как общались лично, ну, мне показалось, что это не очень-то естественно, потому что в Печорском монастыре ты подходишь к батюшке, провожаешь его в храм, так как я счастливый человек был, панамарь, имел возможность в любое время благословиться, одеть, раздеть, под ручку привезти, и отца Досифея, и отца Феофана, и от всех-всех тому, кто жил, более в возрасте, более больные, у отца Нафанайла он на службу не очень, только по праздникам, по Пасхе, на Пасху, а так-то лично, вот как с вами можно было говорить, а отец Николай два-три раза только на улице, на лавке что-то о себе немножко приоткрылся на вес, занавес своих переживаний, как он страдал, и я говорю, батюшка, почему вы всем не рассказываете? Он говорит, а некому рассказывать, я говорю, батюшка, ну вот мы приехали, вот с вами, а с вами посижу, еще отец Игнатий был, и вот вечерком чуть-чуть рассказывал, как тяжело в ссылке было делать эту железную дорогу, он был осужден, и он тоже исповедник, и он говорил, что вот осенью вырываем длинные-длинные-длинные траншеи, у нас три барака, и весной остаются два барака, и полные, и траншеи полные, и говорит, если бы меня мама, родители не приучили к посту, я бы тоже не выжил, а так я с маленьких лет, немножко кипяточка, немножко хлебушка, и там тоже так, немножко кипяточка и хлебушка, и я, Матерь Божия, меня спасла и помогла, и у нас слезы проливались, когда это слышишь, а он так продолжал и к концу жизни, сколько раз заходили к нему, чуть-чуть кипяточка, чуть больше половинки или половинку стаканчика, и вот чуть-чуть хлебнет, и я видел его великого постника, потому что вот печора, стоишь за столом, видишь, какой бы ни был, монахский монах, постник, не постник, но хотя бы элементарно что-то ест, может кто меньше, кто больше, у отца Николая сколько раз был, немножко, может, жидкого, если дадут, в обед, чуть-чуть поест, а так кипяточек любил, или что-нибудь такое простенькое. А может вы попьете? Пожалуйста. Попейте, попейте. Не стесняйтесь. Только уже холодный. Да. Я здесь священник. Вот уже много лет прошло. Это раньше, значит, Гдовский уезд родился-то, а Петербургская или Петроградская губерния труд любили. Я и сейчас труд люблю. И всегда говорю, что труд облагораживает человека. И в слове Божьем говорит этот апостол Павел трудящийся да яст. Да. А уже современный, как говорится, кто не работает, тот не лезет. Я вот когда был в его домике, где он жил, то меня поразило, насколько, оказывается, домик маленький и потолок низенький. И вообще не такой он, обширный. Но при этом это ведь как Божий храм, да, где молитвы возносились к самому престолу Господа. Но вот как-то внутренняя жизнь отца Николая, она как-то приоткрывалась? Или он все-таки не делился никогда этим? Может быть, кому-то и приоткрывалась. Мы видели через внешний его образ жизни. Я вам говорил, что мало рассказывал. Очень простая одежда, очень простое поведение, очень-очень уважительно к каждому к нему приходящему. и к взрослому, и к бабушке, и к дедушке, и к ребенку, и к животному. Образ Божий он прямо видел во всем. У некоторых людей достаточно было просто увидеть, как двигается отец Николай. У меня были такие случаи. Первый год молодые люди стоят и не подходят на благословение к отцу Николая. А я поднимаюсь, смотрю, что батюшка помазает. Говорю, почему не подходите? Говорит, нам достаточно. Я говорю, что достаточно? Мы с Санкт-Петербурга приехали и нам сказали, что здесь старец. И что? Вот мы смотрим пять минут на него, нам достаточно. Я говорю, вы что, ребята? Пожалуй, взял их за руки, подвел, помазал. Они покраснели там. Мужчина и женщина, парень с девушкой был. Отошли в сторону, потом мне на ухо тихо сказали спасибо. Но им было достаточно даже внешне видеть. И вот он через свою внутреннюю, мы видели, через Яну, но видел его в любви к Богу. Вот подходит бабушка и говорит, у меня дедушка умер. Ну, в очереди стоят 20 человек, а я рядом. Я всегда хотел рядом посмотреть, как старец, что делает, хотя не всегда была возможность. Иногда просто в очереди стоишь, и у батюшки с двух слез сразу пошли, с двух глаз сразу две слезы. «Давайте помолиться». Перекрестился в сторону кладбища и говорит, «Хорошо будет, хорошо твоему дедушке, ты помолись, ему все будет хорошо». Тут же подходит какой-то через один, через два человека, другой человек и говорит, «А у меня внучка родилась». Батюшке глаза до ушей засохли за одну секунду, как чудо такое. И он улыбается и называет имя этой внучки, крестится. Вот говорят прозорливость, непрозорливость. И крестится, говорит, «Молодец, такая большая будет, врачом будет, тебе будет еще помогать». И вот когда мы призываем священники радоваться с радостью и плакать с плакающим, вот это он делал вот по своей жизни. Он просто, ну, можно в одно мгновение ты мог видеть и одно, и второе. И мы не ученики, но мы свидетели того, что вот можно жить правильно и по-христиански, можно спокойно, по-евангельски жить на земле, даже не очень хороших условий, потому что деревня все-таки холодно, все-таки нету огородика, он рыбу там не ловил, жил на подаянии, как мы все должны жить священники, то, что нам церковь предлагает. Он жил именно как первые христиане. Ему приносили пирог, он ел пирог, не приносили пирог или кусочек каши. Дома не газовые плиты, не электроплиты. Но последние годы, когда в возрасте уже с другого дома приносили ему еду, а так кипяточек такой. Ну вот вы удивительный пример прозорливости, когда вот только-только сказали про рождение, он уже и имя назвал, и даже кем будет. Да, и он очень хорошая память была, я так думаю, или может, скорее всего, благодать Божья, что он мог человека через 10 лет или через 20, или через 5 и назвать его, и его родителей, и где он живет. Я тоже самое несу послушание на этом же острове, но у меня приходят люди, которые я с ними и общаюсь, и чай пью, и думаю, спрашиваю, матушки, у кого-нибудь, а как обраститься, как узнать имя, потому что неудобно. Не за то, что есть благодать или нет, наверное, отец Николай, если встретился в жизни, наверное, молился за них, потому что те, кто часто, я поминаю, или общаюсь, часто молишься в храме, ты их имена знаешь, ты их можешь быть хоть в 100, хоть в 1000, а те, которые, ты не переживаешь за них и не молишься, ну, один раз перекрестился, попросили, позвонили, тогда ты не помнишь. И вот через это я понял, что батюшка вот всех любит и молится и как-то покрывает. Я просто вспоминаю, что отец Кирилл в лавре, он тоже всех помнил, и у него вот какая-то удивительная память была, и, наверное, это действительно связано с молитвой о людях. А как вы думаете, почему все-таки вот Господь подает дар прозорливости? Вот с чем это все-таки связано? Почему Господь именно отцу Николаю дал такие дары? Ну, я не могу сказать почему, потому что я все равно скажу свое мнение, и, наверное, неправильное будет. Почему дар может быть неправильный, кому дает или не за что, а для чего дается? Все-таки вопрос, наверное, я думаю, что по-другому как бы он должен звучать, потому что быть священником это самое высокое призвание для него, и самая большая радость, что он таким стал, и благодарил Бога, и нас благодарил, и поминать просил как священника. А это иногда, знаете, я бы назвал не прозорливость, а узнание воли Божьей, я думаю, что каждому священнику оно дано, другое дело, как мы к этому относимся, потому что иногда бывает, даже человек, даже не священник, понимает, как надо поступить, или так, или сяк, но мысли дурные его сводят все-таки к отрицательному, не к тому, что он понимает, что правильно, а сводит, чтобы делать неправильно, оступиться, или еще что-то. А когда озвучиваешь батюшке, он подтверждает в эту же секунду, что вот так, воля Божья, вот такое правильное, а прозорливость наперед, удивительно у батюшки было много случаев, много, в основном люди вот про это говорят, что он, как он мог знать, что через неделю, там, или через три дня я по дороге встречу такого-то, такого-то, или говорил, бегите, бегите, бегите быстрее, вот там вас машина ждет, и действительно, через озеро переплыли, случайно там какая-то грузовая машина и бац, трех человек забрало. Но для нас это подтверждение веры, но для него высшей была все-таки вера любой Богу и ближнему, мне кажется, что он на это не обращал внимания, и он не задавался таким вопросом. Если мы для нас это, ну, для некоторых людей мало укреплены в вере, это важно, чтобы укрепиться. Как мы житья читаем святых и укрепляемся в вере, так и они коснулись их, их личной жизни или родственников, они укрепились в вере. Но отец Николай, я думаю, перепрыгнул эту ступеньку, чтобы просто он просто носитель Евангелия в жизни был, и для него это небольшое любовь к Богу и ближнему намного выше, чем прозорливость или исцеление больных, или еще что-то. Это не внешне, это более глубокое, высокое. Я так понимаю, так видел, что он это насильно не обращал внимания. Хотя народ, некоторые, каждый для себя, как маленькие чудо, рассказывает до сих пор. Ну, мне вот запомнился тот случай, который вы рассказывали на острове. Может быть, вы поделитесь еще, как отец Николай спросил вас, служил ли ты сегодня литургией, помните, вот про столб света. Да, это где-то год уже или полтора там служил и принес просфорку отцу Николаю. И иногда это вопрос отца Николая, служил ли ты сегодня службу. Я знаю, что он старец, он прозорливый, зачем так спрашивать, хочет меня обидеть или смирить, или воспитывать. Ну, я говорю, да, батюшка, конечно, вот за ваших родителей вынул частичку, за вас, за ваших духовных чад, за все записки помянул. Он говорит, большая награда будет за то, что ты сегодня служил в литургии. Я думаю, какая награда у священника за любой литургией или награды. Но он, может, радовался, что на острове служится, продолжается служба. И смотрит на середину острова, прямо через деревья вперед. А ты не видишь, какой здесь огненный, такой огненный столб. Я говорю, нет, батюшка, что это означает? Как же ты не видишь? Смотри, смотри, прямо отсюда и прямо до неба. Прямо огонь. Ну, я не знаю, что он это имел в виду, но он видел глазами какой-то вот огонь прямо живой или небесный, или огонь живой. Ну, я кому-то рассказывал это, ну, кто стоял рядом и это слышал, говорит, что это какая-то борьба, ну, добра со злом, что отец Николай многим людям помогает спасаться и враг рода человеческого это война такая за спасение душ. Но это объяснение батюшка не говорил, и я так не объясняю, но другие люди, которые слышат такой рассказ, думают, что идет вот борьба за спасение души. Как раз если вот брать вот священное писание и образ вот этого огненного столпа, от земли до неба, то, скорее всего, это божественная благодать, которая вот от земли до неба, поскольку вот служение литургии, оно... Можно с моим вопросом было связано, да? он это и был и связан, с тем, что вы служили литургию, и... Да, после этого вопроса. А литургия, она отверзает врата неба для людей, и божественная благодать, она и храм осеняет, и вот все это место, где совершается служба. Ну, это просто беседе, само собой сказано, и мы не всегда... Я не всегда обращал внимание, потому что, ну, я не знаю, по своей слабости, может быть, или то, что привык уже печоры, что таким шуткам общение со старцами, что каждое слово надо прислушиваться. Первые несколько недель отец Николай что-то даст, булочку или что-то, возьми свечку в храм или еще что-то. А я отвергал, говорил, отец Николай, это же ваш подарок, люди принесли вам подарок. А потом подошли ко мне прихожане, говорят, отец поесть, я почему вы не слушаетесь, отца Николая? Я говорю, а почему? Он два раза вам хлеб перекрестил и сказал, возьми. Я говорю, так это неудобно, это же подарок. Он говорит, отец Николай просто так ничего не говорит и ничего не делает. И после этого, вот первый месяц я еще не слушался, после этого любое, хоть книжки, хоть бутылка вина, хоть и один раз дыню большую прямо в келье перекрестил, и это тебе, я всегда уже целовал, и подарок, и руку, и все взял. Но по немощи своей вначале может быть вот такие неправильное поведение. А потом уже других начал учить. Смотрю, батюшка целует, хлебушки крестят и дает обратно. Люди не берут. Я их беру за плечи. Берите, пожалуйста, берите. Отец Кирилл, когда к нему приходили, то он шоколадки благословлял. Это тоже ведь как форма благословения была. Благословение семье или этому человеку. И отец Николай, значит, для него были открыты духовные какие-то реалии, которые мы не могли видеть. Я что могу свидетельствовать? Я могу свидетельствовать, что действительно люди идут потоком. И сейчас идут на могилку отца Николая. И я рассказывал, что владыка приехал, Геннадий Гоголев, епископ сейчас. И несколько лет восемь назад. И служит панихиду, начинает служить, а народу приходит больше, больше, больше. В обычный будний день, просто, без предупреждений. Потом я говорю, Владыка, надо людей помазать маслицем. Хорошо. И он говорит, братья и сестры, к пустому источнику никто не ходит. Смотрите, батюшка уже несколько лет на небе за нас молится, а люди все больше и больше прибывают. вот я свидетельствую, как владыка, что люди приходят не просто так поклониться, поцеловать крест Божий, а получают за то, что пришли. И благословение, и помощь Божия. И все. И действительно, подумай, что каких бы человек не был, но как бы не любил отца Николая, но не было бы этого благословения или помощи Божьей через ихнюю веру и молитву отца Николая, не было бы такой вот почитания и любовь обратной. Вот отец Николай оставил любовь свою здесь среди нас, а теперь у нас вот есть такая обратная любовь, и мы действительно получаем. И радость получают. Люди иногда вот плачут. Вот недавно стоит монах и плачет. Я служу панихиду, а он плачет всю панихиду. И не знаю, что говорить, радоваться, не радоваться. Мы вот когда летом приехали, ну нас позвали, вот поедемте на остров тоже съездить, ну мы согласились, и мы не знали, что тоже как чудо какое-то. И как раз вот пришлось на день памяти отца Николая, и столько людей там собралось на его могилку, чтобы не только панихиду совершить, да, но и его попросить о чем-то. Вот вы там живете постоянно, вот все-таки чувствуется какое-то духовное присутствие отца Николая, хотя он расстался уже с нашим миром. чувствуется в повседневной жизни, вот в приходской жизни, в повседневной жизни, как чувствуется, начинаем, мы же материальные, все равно мы пытаемся служить только, ну подавать пример, напоминать о вечности, о душе. Отец Адриан очень часто подхожу, я говорю, ты всем людям скажи, что есть душа бессмертная, я говорю, отец Адриан, да как, да вот прямо так и скажи, приходит тебе какой-нибудь начальник или из Москвы, ты скажи, что у тебя есть бессмертная душа, хоть ты веришь это, хоть не веришь и надо это помнить, просто скажи всем людям. Так и здесь мы видим помощь иногда в материальном, а то, что вот продолжается служба у нас, продолжается храм, богослужение, продолжает приход, милость Божия, местные жители, которые давно, рыбаки там живут, все больше и больше приобщаются к храму. Совсем недавно вот совсем вот месяц назад не было дороги ни туда, ни сюда, и нам несколько рабочих там есть, надо кормить, и я говорю, ну мы там сами готовим, сами угощаем, говорю, что вот он уже закончился хлеб, что попросить отца Николая, ну просто хлеб, элементарный, попросить отца Николая или или мы подождем два-три дня сухари будем делать или что-то. И так пошутили, и до вечера стоим, хотим закрыть храм, а там в напоминальном столике, кстати, поедут пакеты и пять хлеба, и пакет, и вроде бы никто не приходил в храм, вроде бы паломников не было. Может быть, зашел один человек, но мы не заметили, потому что сейчас не всегда находимся внутри храма. И вроде бы мелочь, мы даже не обратили внимания, на второй, на третий день, говорит, мы хотели у Бога попросить, или у отца Николая, непонятно даже у кого, но это про элементарное, я говорю, про каждодневное. А то, что и чаще стал обращаться, я последнее время, потому что понял, что если все-таки надо обращаться, мы к Богу-то обращаемся, Господи, помилуй, Господи, прости. И вот к угодникам Божьим тоже просить и дастся вам, если стал обращаться, стал замечать вот эту помощь, не только материальную, и духовную, и чтобы мир был на приходе, и чтобы там кого-то помочь, кому-то доделать, или что-то доделать. И все-таки надо просить. Мы же в основном подай, Господи, подай, Господи, Господи, помилуй. То, что наша молитва основная, церковная, тому, что покаянная и просительная. Так что просить ей дастся вам. Я благодарен Богу и Отцу Николаю. Мы привыкли каждый день подойти, просто поклончик сделать, просто поклончик, батюшка, благослови. И все. И это нам помогает. Рассказов много, но дело в том, что обычно связано, я начал говорить, что у него много учеников. С маленьких лет, с 18 лет матушка-игуменя Варвара Пехтицкая, матушка-Георгия из Иерусалима являются его ученицами. Они его встретили, когда одной было 19 лет, другой 18 лет. И они вот такие важные люди для церкви русской православной, Пехтицкая Игуменя вообще была Игуменя всей России, из Пехтицы вышло десятки Игуменей. И они обе, Матушка-Георгия и Иерусалим были именно настоящими ученицами. Я был свидетелем 2-3 встречи с ними, я видел, как должен быть под меня учеником, называют, или послушник. Вот они являются, действительно, я видел, с какой благоговением каждое слово слушали. А Матушка-Георгия спрашивала один раз, отец Николай, я старенький, Матушка-Варвара старенькая, можно с Иерусалима уже вернусь пить, пюхтиться, буду ухаживать за Матушкой, доживу свои дни здесь в России. А Батюшка перекрестился, встал со своей скамейки, перекрестился, минуту помолился, может полторы, но пауза была такая. И говорит, Георгиюшка, а Господь говорит, что там твое место, там, в Иерусалиме твое место, вы бы видели лицо этой игумени. Я такого послушницы не видел, она приняла это, что она это выполнит во что бы ни стало, хотя взрослой 70 с чем-то лет уже было, под 80, когда это произошло, и вот она с такой радость, как ребенок, поклонилась, поцеловала руку и все. Вот это и есть ученики, которые действительно, ну как вам объяснить, так понимают, что слова вот старца, они, если задал вопрос, так получил ответ, это они как от Бога получали ответ, как благословение Божие. И вот почему я говорю, что есть ученики, есть и у отца Николая, но мы не то, что не сподобились, не такие, которые хотелось бы быть, хотелось бы быть. Такие. В советское время приходили 90-е годы, и не очень хорошие люди, и какой-то выбирать царя хотели, какой-то собор за рубежом сделать, и приходили к отцу Николаю благословиться, и разные интриги, не то, что вот люди только духовные, все, стали на колени, некоторые материальные, некоторые духовные, некоторые важные, неважные, некоторые еще какие-то около церковные вещи, ругались, не ругались, но не менялось настроение батюшки, он не выходил никогда из себя, он всегда мирно, спокойно молилась за все эти случаи, и я видел, что как бы, как говорит Серафим Саров, стяжи Духа Святаго, вокруг тысячи спасутся, но стяжать мы все потихонечку стяжаем, только мы растрачиваем, вот в чем дело, вот мы иногда причащаемся, делаем добрые даты, все-все-все, а как-то случится, что-то под ножку враг рода человека сделается, и мы теряем это, вот, вот такой случай тоже Печора был один монах, что-то подвязался долго-долго, пошел в отпуск, за два дня все потерял, потом до конца жизни ни разу с Печор не выехал, потому что он понял, что по дороге где-то в поезде или где-то он вот, вот это, он вспомнил, что он потерял это и вернулся в Печорский монастырь, а у таких стойки, как отец Иоанн, отец Адриан, отец Адриан такой смелый был, что отец Иоанн показывал мне в книжке и говорит, это отец Адриан, я хотел бы таким воином быть, он говорит, он не только с бесами борется, он с врагом рода человеческого, а отец Николай какой, отец Иоанн Кристианским рассказывал, наши братья мечтают на пять минут побыть у отца Николая, а ты там, отец Паиси, сколько слушаешь, я говорю, я уже три года, какой ты счастливый, и передай поклон, и прямо отец Иоанн вот так рукой вот так доземлит, говорит, только ты на ножки встань перед отцом Николаем, то есть они еще друг друга любили, уважали, понимаете, жили в одно время, но я пришел, на колени встается Николай, отец Николай, что ты делаешь, я говорю, не я, я за год не догадался, отец Иоанн Кристианским попросил, он вернулся в сторону Печора, и тоже вот так поклонился, и говорит, и ему тоже земной поклон, и вот такие взаимоотношения, но через меня прошли, но все равно они важные, очень важные, что некоторые думают, в одно время жили старцы, может ссорились там, в чадо, ничего не ссорились, они глубоко любили Бога и друг друга, ну как, с уважением относились, а я это свидетельствую, вот, не могу сказать, что вот такое было, время хорошее. у отца Николая было настоящих, действительно, учениц, учеников, ну, которые слушались, послушников. Я попал просто служителем, когда батюшке исполнилось 90 лет, и немножко трудновато, трудновато, потому что служить там, где служил старец 40 лет, вы представляете, как и прихожане, и паломники относятся к тебе как строго, они хотят, вот у меня даже такой смешной случай есть, я иду причащать тяжело больного, который скоро должен умереть или не должен больного, и выхожу на улице, а там стоит полуострова, 10-15 человек и смотрят мне в рот. Я говорю, что случилось? Они говорят, ну скажите слово, я говорю, какое слово? Ну, поживет или уже готовится? Я говорю, а что это означает? А отец Николай всегда, когда говорит, еще поживет, мы все уходили домой, или говорит, готовьтесь, готовьтесь, дорогие, на второй день его не стало. И вот эти случаи, которые поражают до мурашек, или еще какие-то случаи вот удивительные, вот на исповедь я начал исповедовать первые дни, и читаю общую исповедь, в Печорском монастыре взял такую книжку общую исповедь, и читаю, перечисляю грехи, и вдруг 10 бабушек возле меня, грешный батюшка, грешный батюшка, я думал, что я грешный, они каются. Потом я пытаюсь их узнать какой-то грех, я говорю, а почему вы на исповедь не говорите грехи? Говорит, а батюшка нас накрывал и нам все перечислял. Я говорю, как перечислял? Я говорю, он нам говорил, что я сделал за последнее время. И вот как бы ступать в такой приход и в такое место, где там была высокая-высокая духовная жизнь, высокий духовный батюшка, конечно, с меня очень до сих пор требовательность большая. Но я вот за это время привыкаю и к месту, и к обстоятельству, и к приходу. Вот такие случаи, когда ты не понимаешь, что они хотят, а батюшка это все за них делал, вот покрывал. И любовь, и прозорливость, и спасал, и до сих пор спасает. Или вот когда он умер, я вышел на улице 24 августа, а у меня там стоят 5 или 6 мешков полностью с рыбой. Вот полностью, мешки по 50 килограмм. А никогда до этого не было, только в день кончины батюшки. И рыбаки говорят, а это батюшки на поминки. И все 40 дней мне мешками переносили рыбу, потому что отец Николай после своей смерти 40 дней им дал, все сетки были полные. Они не знали, куда делать. Дорогая рыба, судак. Вот такие вот яркие воспоминания, 2-3, которые, ну, не объяснишь ничем, кроме любви отца Николая к своему приходу, к своему острову, и к своим прихожанам, и к службе, и все. Но это, они яркие такие, но они материальные. Но кому это может быть интересно? Еще бы. Это потрясающие воспоминания. Особенно, когда спрашивали, поживет, не поживет, я думаю, что, кто поживет? Отец Николай нам всегда говорил, то есть он после причасти, после исповеди говорит, готовьтесь, или говорил, поживет еще, еще я к вам приду. Отцу Николаю все открывалось от Господа, он все говорил, а теперь люди к вам с тем же вопросом обращаются. Ну, да, ну, сложновато, потому что надо так же жить, так же поститься, так же встал утром и всю жизнь жить перед очами Божьей. Действительно, отец Николай среди нас в святой жизни жил. Действительно. И можно жить. Вот те, кто видел отца Николая, они исповедуют. Действительно, он святой, и так жить можно. Вот люди задают про прославление отца Николая, задают такой вопрос. И здесь, именно, и на улице, и на острове, готовится ли материал, не готовится материал. И вот я у батюшки, у отца Венедикта услышал ответ. Говорит, зачем нам сколько исцелений телесных, духовных, прозорливостей, если мы, те, кто видели, можем исповедовать, что действительно мы видели рядом святого. И многие люди вот так отвечают про отца Николая, потому что много слов и много вот чудес, это не его показатели. Его показатели, мы все, которые видели, хотим, чтобы вы тоже видели. Вот если бы вы увидели просто 5 или 10 минут, поцеловали руку, посмотрели, как он крестится, как он молится, как он живет, это достаточно, как будто прочитал одно из четырех Евангелий, или все четыре, потому что он это жил так, жил так. «Береги каждый час их немного у нас для молитвы». Обычно так говорим. «Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжкие, уж недалеки от меня». Отец Паисий, вот Господь сподобил вас знать разных старцев, и известно, что вы еще у отца Нафанаила несли послушание, так? Ну, немножко помогал. Именно перед тем, как Папаисий на послушание на остров, последние два года с половиной, на послушание у отца Марка. А отец Марк — это ученик отца Нафанаил. Отец Марк — это действительно можно назвать ученик. Я боюсь называться учеником, потому что вот вы назвали так меня, никакой не ученик, я люблю быть послушником. И самые счастливые, радостные дни, когда Печоры, вот именно эти 5-6 лет, быть послушником, я всем и за столом, и друзьями объясняю, что это когда ты должен слушаться всех. Вот всех. Я просто был келеником у наместника, идуешь по слушанию келеник, по дороге кто-то попросил принести воды, отец Элизар или отец Роман, принеси ведро воды. Я иду и в воду, воду передам чайник или ведро. И по дороге радостно еще послушание наместника выполняешь, по дороге еще кто-то встречается, еще третий, еще четвертый. И уже на ноги не держишься ночью, но вот это радостное пребывание в монастыре именно не сам даешь благословение, а именно выполняешь вот это послушание. Мне говорили, что это радостно, не надо спешить ни монахом, ни священником, но я не понимал, пока не стал сам веромонахом. Я думал, что это общие слова, в книгах написано, многие тоже старцы говорят, счастливое время, начале, послушание. но вот это действительно самое-самое-самое фундамент для того, что я другим людям, вот сейчас, которые, ой, давайте, окормляйте, советуйте, или что-то благословите, я им говорю, это самый прямой путь слушаться, слушаться, ну что трудно это слушаться, попросили, сделал, не попросили, не сделал, это везде, и в армии, и в монастырях, и во спасение души, это очень простой путь, но некоторые не понимают, они говорят, это же не легко, это же ты должен самим собой через себя пропустить, а вот тогда, когда в простоте вокруг тебя, действительно, один старцы, печоры жили, как вам объяснить, они сами кланялись друг к другу, вот выходит, отец Иоанн Крестьянкин, идет на послушание, вот отец Филарет, под руки ведет, на одну секунду что-то оставили, со сумкой зашевелился, я подхожу, отец Иоанн, простите, благословите, он так крестит, целует меня в щечку, и говорит, сколько ты здесь у нас в монастыре, я говорю, два с половиной года, запомни эти дни, какой ты счастливый, ты среди нас, ты такой же, как мы, я не понимал эти слова, но он, наверное, хотел в уши что-то запомнить, говорит, запомни, я говорю, я думаю, что надо в семинаре учиться, он говорит, знаете, в семинаре учиться, в академии учиться, заканчивает магистратуру, приходит к нашему наместнику и говорит, можно у вас месяца два, три поучиться духовной жизни, ты все понял? я говорю, да, но сам в то время ничего не понял, вообще ничего не понял, такой ты счастлив, побудь еще немножко с нами, и отгоняй эти мысли, и мне хватило на несколько лет, его слов хватило такое, и он обращался с нами, мне 19, 20, 23 года, 24, как будто я такой же 80-летний, как он, понимаете, внутри братства в Печор, или что-то уважительное, радостное, они радовались, все пожилые батюшки, что новые поколения, новые люди пришли, которые молятся Богу, искренне видели, как подаешь кодила, как кланяешься, как молишься, но сейчас это естественно в семинариях, в других монастырях, а тогда в советское время как бы и очень, это очень помогало, и до сих пор помогает жизни, когда вспоминаю, как схимник, выскакивает отец Савва, где мощи преподобного Корнили, и на колени, ему 80 лет, отец, поиси благослови, мне 27, я говорю, какой благословит отец Савва, помолись за меня? Нет, ты должен замолиться, ты у престола стоишь, и так меня обнимает, говорит, ты наш, ты не забудь, что ты наш, и вот эти слова отца Иоанна, отца Савва, отца других, батюшка, особенно отец Досифей там любил, с отцом Нафанайл строже было, почему? Он ко всему ответственно относился, вот отец Нафанайл, он в этой книге, не святые, святые, везде написано, везде, и он не каждому открывался, вот просто побеседовать, с ним я имел большое счастье, рядом стоя с отцом Марком, слушать его поучения, его рассказы, как патриарху Пимена, они принимали в монастырь, когда его назначили в 47 году на месяц, как встречали, как с отцом Олипием он общался, как с другими великими людьми, как Симеона старца, когда спрашивали, вот отец Иоанн, крестьянкин стартец, или отец Адриан, они говорили, какой я старец, у нас в Печоре один старец, отец Симеон, который прославлен в Великой Святых, они почитали, все слушались, то есть носили послушание тоже одному человеку, они тоже были послушниками Псково-Печерского монастыря, поэтому я видел во всех вот этих пожилых батюшек, отца Феофана, отца Серафима Розенберга, это такой человек, как ангел, он молчал, я думал, что он не умеет разговаривать, целый год заходил к нему, ну что-то моя мама помогала по медицинским случаям, и мне надо в армию ехать, я вам рассказывал, в армию, беру благословение, он поворачивается, он лежал на лежанке, говорит, я тебя дождусь, я тебя дождусь, а что означало эти слова, откуда я знал, что он уже три года лежит, не двигается, пять утра, и отец Зенон его причащает уже четыре года подряд, а он оказывается, что дождется меня с армией, я приехал, он еще год прожил, и тоже удивительный человек, вообще подвижник, он из Розенберга, из князей, ему принадлежали чуть ли не все Печоры, все из Борск, но во время войны хотели его, ну, после войны что-то наказать, и старец Симеон сказал ему, ты только должен, а он ученик у него был, прямо ученик, там были ученики, почему-то вот, ну, прямо со старцем, рядом кто-то еще, и ромонах был, сейчас почему-то келейницы больше, честно, и у отца Иоанна, и у отца Адриана, и у отца Николая, и у отца Досифея, и у отца Феофана, у отца Феофана, правда, братья, очень хорошие братья, у него всегда ворота, двери открыты в келье, и заходил все, кому не лень, все, отец Феофан, такой старенький у нас батюшка был, так он даже слушался своего кота, представляете, вот приносит ему сырник какой-то, он намажет сметанкой, и кормит кота, а на кухне, кто его кормит, говорит, отец Феофан, почему вы так делаете, и говорит, но зато он ночью даст мне поспать, потому что ночью залезал, вырывал скуфейку, и не давал ему спать, он говорит, хотя бы ночью мне поспать давал, то есть смирялся даже перед своим котом личным, и вот везде вот сейчас больше келейниц, но наверное так мы заслужили, или такое время, это данные, это не то, что вот нет послушников, но действительно такое время, когда больше именно женщин ухаживало, у нас и Печорском монастыре, и за отцом Николаем, вот такое, такое вот данность, данность почему-то. Ну, видимо, в каждое время вот есть что-то свое, да, какие-то свои особенности, тут я, конечно, даже не знаю, что сказать, вот лаврские братья, те, кто старше, они вспоминали, что когда в послевоенное время и только-только вот лавра наполнялась, то братья лавра, они все сами делали, все работы сами выполняли, никого не нанимали, то есть даже там и чистить снег, вот и готовить пищу, и когда вот утром, допустим, воскресенье, они даже вот когда им благословляли причащаться, они все равно заступали на послушание и выполняли все, что положено, и вот в храм приходили уже вот только, чтобы причаститься, вот было такое благословение, потому что очень много было трудов, которые выполняла сама братья, но потом, может быть, появились какие-то новые возможности. Отец Паисий, вот на самом деле нам ценно все, что вы рассказываете про старцев, может быть, еще какие-то вот наставления, какие-то вот вам запомнились, или примеры старцев Псково-Печерских, или отца Николая Гурьянова? Пример вот такой, я сейчас расскажу. У нас отец Досифей, архимандрит, он так же, как и старец Ильи, был с Печором, отправлен на Афон. И он вернулся с Афона, 14 или 15 лет был, на Пантелеймонском монастыре, и совсем плохо ходил, ноги совсем слабенькие, и вот спускается с Михайловского собора вниз, на ужин, в келье, в трапезную, и рядом держит его монах Дорофей. Он намного моложе, он обычный монах, недавно постриг принял, а это архимандрит, важный. А я, как панамарь, всегда как молодой, ну, как ипподиак, как панамаре, бегаю, все свои послушания делаю, быстро-быстро. И подхожу и говорю, отец Дорофей, ученик Афы Досифея, ну, подшутить, как братья, поцеловал по плечу. Отец Досифей меня берет за руку, говорит, нет, Досифей был учеником отца Афы Дорофея. Я говорю, ну, ладно, ничего не остановил. Ну, засек себе, запомнил это. Потом проходит, конечно, некоторое время, и отца Дорофея монаха раньше не стало, ушел в жизнь вечную. И таким мученическим, достойным образом после себя оставил тоже много чудес, много людей пришли к Богу, а потом уже отец Досифей ушел в храме. И когда вот это случилось, что кто-то, кто-то, кого ученик внешне, вроде мы монах и архимандрит, а вот отец Досифей имел такую простоту, такую простоту, я не знаю, некоторые сравнивали и с отцом Николаем, тоже с другим, он в такой простоте жил, что вот приходят на трапезной к нам вечером, достает большой-большой какой-то или помидор, или яблоко и ставят на стол. Мы говорят, отец Досифей, что ты нас искушаешь, у нас капуста сегодня, что-то другое. Он говорит, а нельзя в келью ничего носить, только на общей трапезной. А мы молодые, мы урок получали. Бац, там один батюшка говорит, батюшка, надо делиться. Взял пополам, разделил, отдал этому, который попросил. Он только повернулся взять чайник, он чай не пил, только кипяток, воду прозрачный. Бац, другой брат взял ему вторую. Это при мне, за одним столом. И разрезал еще наполовинку, и дал ему чертиртинку. У него даже мышцы не повернулось, ничего. Он поблагодарил блогу, пососал немного. Ну, старенький, старчики, без зубов ничего, пососал, поел, выпил чай, а другой говорит, что ты выделяешься, отец Досифей? Почему у тебя белый чай, а у нас у всех красный? Он тут же молча берет чернику ложкой и показывает, давай сравним. А у него черный получилось и другое. Он по смирению, как ребенок, его нельзя было обижать, даже если обижаешь сильно-сильно, хотя великий подвижник, пришел тоже в 20 лет Печора, его вызвали органы, сказали, зачем ты молодой комсомолец, уйди отсюда, он остался, потом выгнали на Афон, все выдержал, ни одной службы не пропускал, все правила читал вслух, представляете? Вслух, вот идет братский корпус, отец Досифеев вслух, все правила, все каноны, которые положены, два часа, вот прямо вслух, читает. И вот, как бы, вот такие запоминаются моменты, что жизнь такая, как бы, живая, вот у них, вот в советское время, у старцева, они как-то живой верой так жили, и все ради Христа. И вот таких случаев много было, каждодневные было, обычный послушник, может, мог тебя чему-то научить, обычный послушник, его сторож стоит у ворот, он, оказывается, я узнал 15 лет сторож у ворот, в одной файке стоит, Филипп, кажется, звали, или еще что-то, только его заметили, только одели подрясник, первый раз за 20 лет пригласили в братскую трапезну, месяц побыл с нами, и куда-то исчез, или в мир, или куда-то, а до сих пор вот эти 15 лет носил безропотно пожилой человек в свое послушание, носил, 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 вот в монастыре, также, поэтому кажется, что не просто словами Матерь Божия управляет монастырем, любым монастырем, здесь тоже, ну, мне кажется, особенно Успенские монастыри, или которые в честь Божьей Матери названы, там даже не Игумен управляет монастырем, а сама Пресвятая Богородь, и каждый ставит на свое послушание, если безропотно все это делать, спасаешься. Отец Паисий, вот что я извлек из нашей беседы, да, особенно так вот яркой, именно то, что Вы говорили о радости послушания, потому что обычно-то у всех у нас какое такое, ну, может быть, мирское это пожелание, когда вот мы идем в храм, в монастыри куда-то ездим, то мы ищем там чудотворцев, каких-то старцев, чтобы себе заполучить, да, что вот мы попросим, старцу он помолится, у нас все, значит, беды разрешатся, потом еще чего-то попросим, еще там, и, в общем, получается потребительство, оказывается, что путь христианский, то он другой, когда ты выполняешь послушание, что тебе сказали, то тогда ты от Бога и получаешь, прежде всего, благодать, и она освобождает сердце от уз греха, и Господь все, что нужно, все, что тебе на пользу пойдет, он и так подаст. Вы же вот 25 лет, да, вот прослужили уже, уже пошел 26-й год на острове, 4 года вместе с отцом Николаем, и дальше вот продолжали служить, и ведь получается, что людей там не так много-то живет, да, и не так много приходит в храм, но как вы вот все-таки вот выдерживаете, ну это же огромный, четверть века, огромный срок, это вот именно тоже как послушание возложено, да, или что здесь? Ну я хочу верить так, хочу верить так, потому что только этим и держусь, если это послушание, которое дает церковь, и ты выполняешь, тогда очень легко, а так очень легко возроптать, очень легко, вот мы сейчас слушали лекции в Псково-Печерском монастыре одного батюшки, фамилию я забыл, целый год Владыка Тихон нас всех священников попросил, всех семинаристов слушать, и вот этот священник говорит, что у священства есть какие-то свои наши болезни священнические, какие-то ступени нашего роста, вначале мы там что-то ревностное, потом что-то ленимся, потом в старости хотим, чтобы нам какой-то почет дали, или уважение, или еще что-то, он объяснил, вот по ступенькам каждый, 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 что проходит, если проходишь достойно, вот каждому, проходишь все-таки эти ступени, а не падаешь на каким-то из них, даже духовное руководство, там еще что-то есть, какой-то ступени, тогда вот ты живешь как христианин, и ты живешь как священник, и службу свою несешь, а там послушание, ну там, понимаете, обычный приход, но обычный приход, спокойно можно обычному священнику служить, спокойно можно служить, конечно, условия жизни, может быть, надо создать для семейной жизни, или что-то другое, или выезжать иногда в Обсков, приходить на службу, но, как сказать, послушание, послушание, если ты делаешь, продолжаешь как печоры, послушание это нести, тогда это в радости, и люди чувствуют эту радость, вот некоторые просто чашкой чая угостишь, они благодарят так сильно, со слезами, меня угостил отец Николаю, они воспринимают, все, что я не делаю, все равно призму, через святость, через память отца Николая, даже здесь, вот мы сейчас беседуем, что важность не самой жизни, в которой монастыре, или я прожил как священник, или как человек, а важность, что соприкасаешься даже с его храмом, с его вещами, вот мы в музее ходили вещи, святители, подвижника, благочестия смотрим, а там соприкасаешься напрямую, и иногда не то, что сравниваешь, а думаешь, а почему вот так, как батюшка вот это мог холод потерпеть, как он голод, как он мог потерпеть несправедливость, иногда в советское время его тоже были некоторые случаи несправедливости, как он мог терпеть, и почему он это делает, потому что он делал все ради Христа, он делал именно ради того, что он с маленьких лет полюбил Христа, у нас, конечно, нет такой силы, может быть, ревности, но когда есть на кого равняться, или на кого смотреть, или когда тебе трудно, как поступить, так поступаешь или так, я очень часто спрашиваю, а как бы поступил отец Адриана, как бы поступил отец Николай, вот мне не хочется этому человеку, как бы добро, или выйти, или с ним пообщаться, или дать добро, вижу, что это не на добро, он просит благословить, как бы поступил отец Николай, или что, и если бы не было у меня такого вопроса, то есть ответа на этот вопрос, мне бы труднее было в жизни, труднее, и на острове, и как священник, многие хотят тоже на острове получить какую-то волю Божию, ответы на свои вопросы, я пытаюсь объяснить, что я только помолиться в храме могу, и на могилке могу, не старец я, и не могу вам советов никаких давать, но некоторые верят, и вот некоторые, которые сами молятся, и мы там молимся, молимся, и получают радость, и радуются, говорят, о, мы прихожане у острова Зальта, хоть они летние на полгода, но у нас есть такой большой приход, не только который круглогодичный, а который летом, он удваивается, утраивается наш приход, но они такие же родные для нас, и они вот это чувствуют, ну не семью, но какое-то родное, теплое, которое не хватает жизни, к сожалению, не хватает современной жизни, именно соучастие, и теплота, и вот, не знаю, как вам объяснить, любовь, вот Печорский монастырь, я почувствовал это среди братьев, там, когда делаешь добрые дела, делаешь ради памяти батюшки, и ради Христа, тоже это продолжается, и дай Бог силы, и возможности, и всем благодарить Бога, и Матерь Божией, чтобы это продолжилось, во славу Божию. Отец Паисий, Вам огромная благодарность, и знаете, конечно, у наших зрителей наверняка еще много каких-то вопросов своих, которые они хотели бы задать, но вот, может быть, вы какое-то последнее такое духовное напутствие, завершая нашу передачу, предложите тем, кто нас видит, еще раз, как бы вот вспоминая старцев, с которыми вы общались, пример их жизни, вот, что сейчас самое главное для христиан нашего времени, на что обратить внимание, и как вести себя в наши дни? Дай Бог читать Евангелие, выполнять Евангелие, понимать Евангелие, и чем больше читаешь, и чем чаще читаешь, чем больше читаешь, тем больше и выполняешь, потому что иногда я сказал, что как бы поступил отец Николай или какой-нибудь старец Псково-Печерский, не какой-нибудь, а все-таки задаешь в первую очередь, все-таки, как надо поступить, потому что в Евангелии мое убеждение сильное, что есть ответы абсолютно на все вопросы, полностью на все вопросы, другое дело в добротолюбии, святых отцов, высказывания, разжевывания, растолкования этого Евангелия у всех великих и современных, это одно, а вот сам суть читать Евангелие, это очень важно, и почему я говорю, потому что попробуйте вот эту главу, которая положена нам каждый день читать, как она меняет нашу жизнь, я вот вчера буквально в трапезной монастырской побыл, немножко полчаса, и там такое хорошее чтение было, я такой урок для себя сильный-сильный получил, там говорят, что нельзя воровать, просто, вчера читали, прямо все мы вокруг воруем, первый розыск у Бога, второй друг у друга, что нам ничего на земле не принадлежит, все равно Господу все принадлежит, не надо отнимать у других и не мелочиться по этим материальным, потому что Господь и так тебе все отдаст, и если быть внимательным, мое мнение, читать Евангелие, это очень хорошо, но еще быть внимательным к тому, что тебя окружает, потому что, если быть внимательным, можно черпать и узнать, и узнать ответы, и узнать волю Божию, если быть внимательным, иногда внимательным и к другу, и к батюшке, и в своей семье друг к другу, вот это, мне кажется, что не просто безалаберным таким распущенным быть, а внимательным в своей жизни, и к событиям, и к словам, которые тебя окружают, и это очень важно, если это будет польза кому-то, я буду рад. Спасибо Боже, дорогой отец Паисий, очень благодарны вам, что поделились своими воспоминаниями об отце Николае, об отце Адриане, о других старцах Псково-Печерских, на самом деле, для нас это огромная радость, что так вот Господь устроил, мы встретились, побеседовали, дорогие братья и сестры, с нами беседовал игумен Паисий, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, на острове Талапск, так официально звучит, или остров Залито, Залито, да, и отец Паисий, он остается по-прежнему насельником Псково-Печерского монастыря. Храни вас Господь, всего вам доброго!